коллеги я вас приветствую сегодня у нас пятая часть практического занятия по разработке калькулятора которая собственно говоря напоминает простое консольное приложение оно взято специально для простоты и мы на него наворачиваем всякие полезные штуки которые можно будет потом использовать в настоящих приложениях я повторюсь что это для разработчиков начального уровня я пытаюсь поговорить максимально просто а максимально сложных вещах и я прошу от вас комментарии чтобы в общем-то наша беседа получилась более продуктивной и так цели и задачи на сегодня я хочу сделать получение собственно говоря параметров из файла конфигурации раньше мы предполагали что они будут из консольного приложения приходить то есть из главного метода main аргументы и на самом деле казалось неудобным и востребован получилась эта функция будем ее сегодня делать также хочу получить настройки через контейнер вы помните что такое контейнер для чего он нужен если нет посмотреть предыдущую серию и так как неудобно каждый раз просто читайте с файла определенную информацию все реализовать и и мы сделаем таким образом чтобы ну смысле реализовать и 10 реализовать поэтому мы сделаем чтобы у нас приходил объект в нужный нам сервис и мы будем пользоваться такой же принцип используется в испадут netcore приложениях и я надеюсь что вам будет понятно как это работает дальше мы будем делать файлов put service который собственно говоря будет не только в консоль выводить и message box а еще и файл будет записывать данные я думаю что это будет полезная фича ну и собственно говоря сделать еще возможность выводить одновременно во все сервисы используя фабрику и тоже покажу как это делается на самом деле все очень просто ну что давайте давайте приступать но перед тем как приступить наверное напомню что все таки лучше подписаться на канал поставить колокольчик тогда вам будет уведомление о новых видео мне будет в продвижении канала какая-то помощь все переключаемся и давайте посмотрим вижу студию друзья первым делом я должен сказать что я установил visual studio 2022 у меня это комьюнити эдишн и здесь в общем то нужно понимать что версия 17 называется 2022 это что она теперь 64 битная это на самом деле дает некоторые плюсы теперь как бы больше памяти может она занимать в общем нужно иметь ввиду что вместе из visual studio 2022 ставится dotnet который называется 60 то есть версия поменялась и надо опять же напомнить что я начинал проект делать версии как вы понимаете идут на это 50 поэтому я его я ставлю делать и все сборки которые буду использовать соответственно я буду тоже собственно ставить под эту версию то есть нет 50 так поехали дальше и так для начала у нас есть что что мы за программа пишем если кратенько это простое консольное приложение которое принимает от пользователя два числа с дробной частью в том числе и выбирает пользователь операцию сложение умножения вычитания и после этого операция результат этой операции вводится в output сервиса то есть на экран или куда там у нас еще в message box ну то есть в консольное приложение соответственно или в message box и сегодня мы будем решать одну проблему которая была озвучена в предыдущем видео и суть сводится к тому что мы параметры захардкодили мне бы хотелось чтобы он был из файла настроек чтобы можно было менять его в нужное мне время там при постановке дипломинда то есть ну в общем я хочу это менять из сайф файла настроек и сейчас мы этим займемся и так первое что хочу сказать есть уже готовые реализации например от microsoft они кроссплатформенные используются и на консольном можно и на sp.net core и на web api и в winform и в вебформ и в общем где угодно они абстрагированы от конкретной реализации и поэтому я буду использовать это на самом деле очень удобно чего собственно я вам рекомендую итак первым делом что мне нужно сделать это создать файл который будет меня формате джейсон который собственно говоря я и буду наполнять настройками и давайте заведем app settings .gson теоретически вы можете назвать его как хотите потому что имя файла указывается я назвал по образу подобие как это сделано в аспадутный корж чтобы в общем-то нарушать отчетности так сказать итак давайте создадим здесь дефолт аут какой ну допустим дефолт сервис мы будем выбирать и и название будет у нас консоль то есть вот такой вот пока простой файл а теперь давайте попробуем установить сборки вернее и попробуем получать его информацию из этого вот файла то есть дефолт сервис консоль чтобы у нас было первым делом нам нужно поставить сборки которые реализуют собственно говоря эту конфигурацию и здесь у меня есть microsoft configuration джейсон смотрите есть на самом деле сборка который называется просто configuration без джейсон это как бы базовая а джейсон это расширение того чего она собственно игре будет использовать и надо сказать что я буду как я говорил ставить именно для версии 5 и здесь в зависимости их есть уже configuration то есть ее ставить ненужная система сама и подтянет я говорю install ну да сборка установилась и теперь собственно говоря можно как раз начинать реализовывать эту конфигурацию ну и давайте так и назову конфигу конфигурейшн ю конфигурейшн билдер так вот я сделаю да и в общем то теперь мне осталось сделать некоторые штуки это указать какой джейсон файл я буду использовать файл у меня называется ап с этим . джейсон нет джей джейсон и соответственно здесь мне нужно еще написать билд чтобы меня как раз тут конфигурация построилась теоретически у меня эта система будет искать при старте тот файл который называется абсете с джейсон в той же папке где мне запущено консольное приложение можно указать соответственно это ю так фолдер до фолдер не помню врать не буду честно говоря это конфигурейшн так где то тут есть а вот cbb спас это где можно искать этот самый файл ну у меня консольное приложение вы можете настроить его по-своему я не буду это использовать на имейте ввиду что такая возможность есть и смотрите раз у меня эта штука будет запускаться в том месте где я запускаю экзешник но смысле сама от компилирован программы то мне нужно сказать чтобы она вот этот файл система при компиляции тоже перекопировала из моего файла проекта в то место где она будет собираться я поставлю copy if new ну теоретически можно поставить always always вернее чтобы она всегда копировала измененный то есть файл при старте сейчас у меня пока ничего происходить не будет потому что у меня это configuration есть и для того чтобы к этому то есть мы создали объект который называется configuration и он знает где это взять для него этот апсетинс теперь нужно к нему обратиться теоретически это сделать очень просто можно написать ну допустим в или какой-нибудь и обратиться к этому файлу конфигурации вот таким вот образом смотрите все на самом деле очень просто работает вот здесь есть дефолт сервис то есть у меня я могу написать дефолт и сказать что я хочу взять из конфигурации значения дефолта давайте я пока сделаю здесь вот breakpoint запущу приложение и вы видите что у меня в элю ну я всяком случае надеюсь имеет значение консоль вот она прочитала из этого файла все легко и просто не нужно чего-то там изобретать все конкретно и красиво другими словами надо сказать что в этом файле конфигурации в данном случае будут лежать настройки не только вашего приложения например если вы будете использовать аспд.netcore то там будет настройки логирования еще какие-то то есть каждый из них настраивает определенную область большого-большого приложения и вот этот вот апсетинс который сделал они но не по большому счету как бы тоже должны быть частью приложения и читаться с одного файла для того чтобы это сделать я немножко поступлю по-другому и добавлю здесь еще одну наверху абстракцию которую назову application давайте с большой буквы application settings и теперь у меня есть один большой раздел который называется application с этим с которым есть и кейша ну да конечно же я печатался я прошу прощения в котором есть параметр называется default service console но таким образом если я сейчас запущу приложение она не получит вот эту настройку потому что она не найдет в этом файле для того чтобы она ее нашла я тоже скопирую чтобы не промахнуться поставлю вот сюда же нажму двоеточие и теперь система знает что нужно найти раздел который начинается с application settings и взять у него вот это значение давайте запустим проверим что это действительно так работает нам нужно удостовериться что файл создан правильный так вы люка по-прежнему консоль другими словами у нас в этом файле это который называется app settings может могут быть и другие настройки например логин или как он логин да или что-то типа этого который используется по молчанию например воспитывает нет корр но я пока этого не буду делать нужно понимать что нужно как бы абстрагироваться от настроек это будет самый простой вариант итак настройку мы прочитали как же теперь ее использовать настройку дотянуть дом но смотрите здесь вот в данном варианте мы уже можем использовать и нет ничего проще как вот этот вэлью получить собственно говоря вот в этом месте но это не камильфо как говорится это не наши в общем это не наши методы мы так делать не будем давайте вспомним что у нас есть output service factory в которой собственно говоря должны приходить все настройки как я говорил предыдущим видео которые мы как-то должны в общем то получать то есть создавать их вот здесь файле а видеть их вот в этом вот сервисе что для этого нужно на самом деле тоже ничего сложного в этом нету нам нужно сериализовать их сначала то есть не давайте предположим изначально что об с этим с это сериализованный файл то есть какой-то объект превращенный в строку а нам его нужно 10 реализовать в объект собственно игре в какой-то класс и я предполагаю что нам нужно его создать давайте его назовем ну по образу и подобию смотрите он у нас здесь называется вот этот раздел application settings ну надо с таким же названием для простоты такой файл и создать я прям сейчас вот нажму shift f2 создам .c sharp и теперь у нас уже есть файл и и теперь в нем нужно создать этот дефолт сервис собственно это будет тоже очень просто это будет ну во первых это будет не так это будет string то есть тринговое значение и в значение будет у него сервис я напишу что он может быть ну наверное да потому что наверное это нужно включить в проекте да у меня в проекте это видимо не включена давайте включим это в проекте использовать nullable и нажмем сохранить что-то не хочет давайте проверим так отвлекемся немножечко global включен не подключается потому что что-то видео visual studio не может но вот опять очередной в проекте установлена она его не видит но и фиг с ним и так у меня есть какой-то файл который называется app settings в котором записаны какие-то сериализованные данные сериализованные данные application settings и у меня есть реальный класс который называется application settings вот он он в котором эти значения нужно понимать теперь мне нужно сказать программе то есть моему приложению чтобы он вот эти вот настройки получил собственно говоря из этого файла и создал из них вот этот вот самый так называемый application setting то есть файл настроек что для этого нужно сделать ну для начала нужно установить еще несколько сборок давайте пока по одной пойдем для начала установим сборку которая называется microsoft я надеюсь что она у меня есть потому что их часто уже использую microsoft не не microsoft джейсон options вот она что такое microsoft вот медленно пока visual studio работает вот options и мне ее нужно установить и еще помимо этого нужно установить configuration extension то есть options это набор классов которые могут использоваться то есть для сериализации и десериализации параметров прокидывается но мне еще нужно configuration extension и как вы видите у них здесь есть зависимость где-то тут configuration binder в общем все это она как бы в одном месте я просто поставлю extension опять же напомню что я использую пятую версию network а нажму install ну в противом случае шестая не установится на скажет не та версия в принципе можете попробовать и теперь у меня получается что сборка поставлена и мне нужно моей системе давайте пока закомментируем указать чтобы она использовала эти опшены перед тем как создать вот этот builder провайдер мне нужно еще до настроить мои сервисы и для этого нужно сказать чтобы я использовал options ну и не просто options а именно application settings в общем это такое некоторое такое расширение application settings вот но надо сказать что это сейчас пока не сработает потому что ну давайте тогда после билда сделаем вот таким вот образом application ну давайте var напишем вот так options равно что у нас там сервис провайдер get service ну давайте так и напишем i option application settings то есть что я сделал я сказал системе включить вот эти опции которые как бы реализованы на абстрактом уровне и эти опции будут браться из файла application settings если сейчас запущу приложение у меня на самом деле мало что получится потому что я конфигурацию создал но я не привязала к опшенов у меня сейчас application settings придет ко мне так сказать и он придет пустой я наверное не там бряку поставил сейчас прибежим до нее в 10 и в 10 и в 10 создали builder provider и посмотрите опшен у меня пришел в опшене есть value и оно application settings но value дефолт сервис оно пустое то есть у меня нет связки моего application settings с моими application settings что для этого нужно сделать да это конечно нужно всего лишь доконфигурировать и для этого нужно сделать следующее services конфигура ой services конфигура и здесь опять же нужно указать что я конфигурирую application settings а здесь мне единственное что ой конфигура написал неправильно поэтому он обижается а здесь нужно указать что я хочу сделать bind или сейчас наверное ну в общем простой вариант сделать в современной версии отдать сюда configuration опять же смотрите вот эта штука работать не будет потому что у меня configuration содержит настройки нескольких собственно говоря возможных частей настройки приложения логирование application settings поэтому в данном варианте вот если бы у меня не было то есть одна только настройка была как в самом начале то вот этот бы вариант сработал она бы взяла весь этот файл app settings и превратила бы в application settings но мне нужно взять только настройку которая касательно секции application settings я скопирую чтобы не промахнуться и сэкономить ваше время и вот сюда я должен опустить так называемый так где он get service provider нет не здесь ой где вот configuration вот сюда я пропихиваю мне нужно сказать из какой секции наполнить этот самый application settings и здесь на самом деле а ну да можно сделать по умному и не копировать название а вот так вот прямо написать application options settings она сама возьмет и name подставит то есть мало того создать файл мало того создать объект надо этот объект сконфигурировать создать эти options и подключить теперь я поставлю сразу бряку вот здесь запущу эту штуку и мы увидим значение options будет заполнено вот пришел options да теперь я его могу посмотреть ой да вот он options вот он value и собственно у дефолт сервиса есть название консоль то есть мы получили то что мы хотели что это дает это на самом деле вообще то ради чего мы практически начинали эту часть так для начала давайте уберем то что нам здесь будет мешать вот это чтобы тоже глаза не мозолило и теперь в общем то есть у нас такая штука которая называется output service factory про который говорил я сюда теперь могу сказать что я хочу получить опшены то есть настройки options и это будет application settings и options вот так вот я сделаю ну а здесь я сделаю вот такой вариант private read only я здесь уже хочу получить непосредственно application settings и назову его application ой application settings не люблю сокращение но это в общем то неважно и теперь этот application settings как раз наполню из options но мне как вы помните там есть value которая в общем то и вернет этот value поэтому не нужно option целиком прокидывать мне теперь есть application settings и теперь get консоли get output service я могу переконфигурировать и сказать что он будет работать по другому прямо сейчас вот это и возьмем так давайте пока закомментируем чтобы не ломался intelligence и нам теперь нужно вот из этих вот app settings не 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 app settings взять значение сервиса ну во-первых давайте предположим что оно не может быть нул ну чтобы сократить время я сделаю это вот таким вот способом то есть оно мне однозначно какое-то есть ну теоретически нужно было бы сделать какое-нибудь я нам и в общем то выбирать или еще каким образом ну я буду думать что у меня идеальные пользователи они всегда заносят значение которое в общем то правильно не требует проверки и консоль написано с большой буквы и все такое и теперь я могу сделать следующее я могу сказать чтобы моя система вернула output сервис давайте ретурн что она должна вернуть value ну не просто value потому что это строка ой давайте этот уберем а сделать некоторый выбор из того что я буду возвращать и выбор у меня состоит в следующем если у меня будет написано консоль тогда мне нужно вернуть ну вы уже знаете что здесь должно быть у меня здесь должна быть вот такая вот строчка то есть если будет гондоли ну тоже неплохо написано консоли вот то у меня вернется непосредственно instance который консоль output сервис если я захочу здесь сделать другую какую-нибудь ну например что-то у меня message box тогда мы должны вернуть здесь message box сервис в общем то а если у меня вообще ничего не должно быть тогда мы ну то есть если будет ошибка или что-то там непонятно будет написано то есть ни в одной из этих состояний ну теоретически я могу вернуть null либо допустим какой-нибудь exception сказать что там argument wrong wait new argument null exception ну давайте пока так и оставим ну теоретически можно вернуть по умолчанию консольное приложение ой это нужно брать и в общем то чтобы это не ломалось тут уже как бы на ваше усмотрение у меня пусть будет exception то есть если настройки неправильные то и печатать мы ничего никуда не будем ну и соответственно раз у меня здесь есть уже вот этот самый factory здесь у меня есть метод который где-то тут есть вот он запрашивает output сервисы здесь мы делаем выбор значит вот эта штука мне теперь по большому счету не нужна и соответственно что у меня вот эта часть заработала get argument мне нужно получить этот самый output сервис и это тоже ничего сложного нету я здесь говорю что у меня есть ну давайте я вот здесь вот напишу он надеюсь что она подскажет потом как он называется output factory и здесь я тоже так же хочу написать output factory не люблю сокращение и соответственно мой output сервис будет ну найдем этот output сервис как раз в этом factory factory get output service ну в общем то теперь у меня output сервис будет браться на основании параметра который лежит в этом текстовом джейсоновском файле и все реализуется в этот объект и теоретически мы можем уже запускать и так что у меня там написано консоли запускаем приложение и смотрим что у нас все выводится в консоль вот консоль и мы здесь видим сообщение и пусть там будет умножить плюс неважно то есть вот все работает консоль теперь берем app setting json и говорим message box сохраняем запускаем приложение то есть перекомпилировать мне его теоретически не нужно то есть если речь идет о том для чего это то вот один из один из плюсов ну и как вы видите у меня уже есть сообщения я от них не могу избавиться мне теперь нужно ввести первое значение вот мне теперь нужно второе то есть работает как и предполагалось теперь еще нужно пирант ввести пусть будет разделить да вот результат это двадцать один с половиной в общем работает ну давайте наверное этот message box сервис удалим потому что неохота тянуть с ним еще сборку которая идет здесь в зависимостях она не очень очевидна возможно файл скачаете она не будет работать поэтому давайте удалим output этот message box сервис и создаем другой ну чтобы опять же был выбор из чего делать вот у меня output сервис удалился где-то мне есть еще ошибки да вот здесь и мы вот эту штуку тоже отсюда уберем и к вопросу о том как добавить новый сервис ну а добавить новый сервис на самом деле очень просто первое что мне нужно сделать это собственно говоря его создать и я назову его file output сервис по образу и подобию как у меня есть консоль так же сделаю чтобы он был наследником от нет output кто там сервис base visual studio и компилятор заставляет меня имплементировать значение по умолчанию и здесь мне нужно единственное что сделать то есть реализовать этот метод output где уже собственно сочнинул и все такое что я буду делать я буду наверное выводить это в файл и ну давайте сначала сделаем что нам нужен какой-нибудь private название файла ну название файла мы менять не будем это будет константа это будет стринговое значение и вот так вот file name ну по-простому да и пусть он называется какой-нибудь out put какой-нибудь ну текст я наверное что не знаю дальше мне нужно еще определиться куда этот файл писать и где его создавать и для начала давайте определим var pass то есть путь куда этот файл будет писаться я буду использовать комбинацию ну моего файла плюс текущая система это будет app domain точка current domain точка base directory то есть откуда выполняется система и запятая вторым параметром пойдет как раз ну мне нужно название папки давайте я ее тоже таким вот образом сделаю папку у меня тоже меняться не будет я его вот таким назову образом folder name пусть называется ну знаете пусть называется logs наверное вот так вот и таким образом получается я должен сквейтить два параметра я имею базовую директорию и folder name куда будут писаться и проверить что этот путь существует если этот путь не существует опять же я воспользуюсь встроенной штукой которая называется pass ой pass говорю мне нужно директорию проверить что она существует директории точка exist ну вернее если она не exist и тут уже будет путь до той директории абсолютной который покажет где будут храниться мои файлы то я скажу что если его нету тогда directory create ну и в общем то чтобы было понятно где create конечно же нужно дать параметр и таким образом у меня всегда будет folder дальше мне нужно ну для начала наверное теоретически было бы неплохо сделать try catch эта конструкция перехватывает все исключения которые могут возникнуть в процессе работы этого метода я оберну его на всякий случай ну и это можно убрать и здесь просто скажу throw то есть она вызовет это исключение так дальше что мне нужно мне нужно сказать что мне нужно открыть файл я скажу using можно использовать новую конструкцию можно старую вар ну давайте пока старую потом покажу как по-новому вар допустим файл и мы хотим что сказать мы хотим файл точка openwrite надо надо понимать что он открывает существующий файл или создает новый и паз у меня как раз будет вот этот вот паз но это еще не весь паз мне нужно еще название файла сюда дописать и поэтому я здесь тоже воспользуюсь паз комбайн паз комбайн то есть мне нужно склеить не только тот паз который проверял наличие папки но еще и файл name чтобы у меня был уже полный путь собственно говоря вот таким вот макаром это будет делаться то есть я получаю файл и теперь в этот файл смогу сказать write ну в моем случае что там будет line так open write нет не так append давайте будем использовать современные конструкции append текст принцип тот же самый только здесь уже можно написать append write line прошу прощения а также можно использовать асинхронную версию но у нас она не асинхронная будет писаться все как нужно ну и вот using предлагает мне использовать новые конструкции то есть declaration без всяких скобок собственно все сводится к тому что по давайте вот так вот я вот здесь вот создаю using и вот эту конструкцию она имеет dispose а и disposable интерфейс реализацию значит по выходу из этой скобки у меня ресурсы очиститься автоматически вот сейчас это очевидно а когда я буду использовать декларацию то есть декларативный подход то вот это вот не очень очевидно но понимаете что это работает по такому же принципу то есть ресурсы очиститься автоматически потому что мне вернется string writer как вы видите и он ну давайте покажу он имеет реализацию интерфейса давайте cancel нажму эй 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 да вот string writer и он text writer дальше мы можем погулять по методам вот iDisposible реализует интерфейс который в общем на самом деле очень важный такс давайте теперь посмотрим что мы сделали мы создали output service который имеет реализацию iOutputService соответственно его нужно зарегистрировать в нашем контроллере в смысле контейнере прошу обращения и теперь у него есть название file output service и соответственно я теперь могу сказать вот здесь вот не message box а использовать файл и соответственно в самой фабрике мне нужно сказать что если у меня придет слово file тогда мне нужно вернуть уже другой output service в общем то вот на этом все у меня готова реализация и как вы понимаете она может дополняться я потом чуть дальше покажу интересные фишки в том числе и динамически ну вот вот это вот реализация она не меняет моего кода я нигде ничего не изменил кроме как в двух местах я создал этот файл непосредственно и зарегистрировал его больше мне делать ничего не нужно ну хорошо в настройках еще добавил теоретически мы сейчас это можем все запустить я надеюсь что я все пути указал правильно и если у меня файл запустился то у меня на экран ничего не выведется все запишется в файл давайте напишем 1 2 3 4 5 enter мы заведем ну давайте теперь наоборот пусть будет такое число теперь нужно сделать операцию ну пусть будет сложение нажимаем enter у меня программа отработала и все закрылось я полагаю что все это было записано в файл и мы этот файл сейчас найдем он открывается вот здесь ой ой вот здесь так в папке bin в папке у нас был debug значит debug и здесь нет 5 и здесь папка logs появилась здесь есть output файл ну и давайте его посмотрим вот он вот он этот файл и вот в нем все есть то собственно говоря что все сообщения которые выводились на экран выбрать первое второе число оператор и результат что я там нажимал сложение видимо да сложение ну как вы понимаете эта штука все работает и у нас тут есть какие-то еще пустые давайте их удалим а теперь еще некоторая информация о том что собственно говоря можно сделать безусловно можно сделать свой собственный сериализатор где сериализатор то есть какой-нибудь файл формат у меня когда-то был ms-config вот собственно говоря вы его видите который делал как раз примерно то же самое там можно было выбрать какой xml это было на самом деле очень давно даже вот в шестнадцатом году потом я сделал немножко другую реализацию я про что то есть на самом деле принцип вот этот вот он работает на разных платформах тогда он работал на esp.net mvc потом появился core мне пришлось переделать другой суть сводится к тому что если правильно подходить к реализации определенной задачи ну то есть например как это сделал microsoft они сделали такую конфигурацию которая может быть работать на разных платформах на консольном приложении используют netcore .pf вин в общем я думаю понятна тема как это собственно должно быть я не призывал списать свой собственный велосипед потому что конечно он будет супер экстра мега и квази современным и мощным но надо уже как бы научиться пользоваться тем что собственно существует в реальном мире чтобы не тратить время на то чтобы писать то что уже существует теперь еще некоторая такая штука которая я думаю что вам будет на самом деле тоже интересно посмотреть и сделать я хочу следующее давайте на секунду предположим что у меня пришел злой заказчик и говорит что я хочу их теперь печатать во все сервисы которые они у меня есть у меня есть output selection factory задача которая только выбирать то есть делать непосредственно выборку и отдавать наружу только один output сервис и я теперь хочу сделать не factory а сервис который ну теоретически это не должен быть сервис потому что все сервисы в него будут инжектиться и я думаю что это будет какой-нибудь output провайдер но это опять же моя сугубо личная точка зрения вы можете с ней не соглашаться и я объяснил в одном из предыдущих видео почему я так делаю я его назову output provider и создам его вот в папке provider соответственно и что он будет делать в общем-то я создам конструктор и закину в него все непосредственно output сервисы и потом каждый из них iEnumerable то есть вне зависимости от того сколько у них есть iEnumerable iOutput сервис output сервисы соответственно и добавим private то есть я получил их здесь все и теперь у меня будет один метод который будет public который будет void который будет называться print и в общем-то мне нужно сюда опустить параметр который называется message имеет тип string и я буду делать проверку если у меня ну давайте так output services вообще что-то там есть хоть один зарегистрирован тогда я сделаю for each и на самом деле мне нужно ну не message соответственно а output services var output service и здесь я хочу сказать чтобы он просто напечатал во все сервисы которые у меня есть то самое сообщение которое я здесь получу ну почему это отдельный сервис потому что это его зона ответственности он должен печатать теоретически можно было бы втыкнуть нет воткнуть в output service factory но тогда это уже был не factory а какое-то сборище чего-то там ну и соответственно теперь я могу собственно сказать что у меня консоль output service который реализует i output service прокидывается ну то есть у меня теперь во все сервисы во все провайдеры нужно прокинуть непосредственно тот самый который я создал как он называется да потерял так base консоль провайдер который вот output провайдер который в общем то может печатать во все то есть мне это тоже ничего не стоит сделать теоретически можно и эту настройку вынести в отдельную штуку печатать все или только по отдельному но я уже не буду углубляться в реализацию но давайте я допустим ну что у нас там есть output давайте проверим что это действительно работает вот output service ну давайте вот здесь выдадим результаты не в output service а я вот таким вот образом поступлю я хочу сказать чтобы мне сервис провайдер get required сервис и он будет называться output провайдер вот ну то есть пусть так и называется провайдер и я хочу чтобы у меня как раз в этом провайдере сохранялись результаты ну как как вариант да давайте запустим проверим что это работает запустил запустил приложение мы видим я напоминаю что только результат попадет непосредственно ну да у меня сейчас все в output пишется ну давайте напишем 2323 сделаем что-то не сработало output service providing has not been registered ну да конечно я его создать создал но я вообще не зарегистрировал в контейнере и об этом мне собственно говоря показалась ошибка я его конечно должен зарегистрировать в контейнере мы про это говорили и давайте еще раз запустим сейчас сделаем простую операцию 54 54 умножить и 24 30 мы должны увидеть собственно говоря в этом в текстовом файле сейчас его откроем посмотрим так open folder и здесь у нас есть bin есть debug есть нет есть logs и так как мы делали append теоретически здесь сейчас должны появиться в общем то и остальные записи так они не появились да не появились давайте еще раза запустим так настройках проверим файл отлично запустим еще раз еще раз ой и пусть будет там умножить вот 11000 проверяем в файле а пустое место мне насколько я понял пишется или я что-то здесь не сохранил давайте так давайте проверим почему эта штука не работает так output файл сервис все верно а ну да тут я почему-то каким-то образом видимо стер надо будет пересмотреть видео ладно запустим еще раз поэтому пустые строки появлялись что я видимо как-то нечаянно это стерну что же про старуху бывает порнуха я уже про это говорил давайте умножим 80 тут открываем консоль да вот теперь эти записи появились и соответственно ну в общем то как раз результат давайте покажу что мы сделали сюда результат должен вывестись во все приложения в том числе в консоль давайте запустим еще раз что нам мешает и давайте ну один два три четыре пять шесть семь восемь давайте семь девять enter 9 enter разделить enter и у нас получилось вот такого число соответственно мы увидели результаты в консоли 1 3 7 и здесь как вы видите результат появился и здесь тоже но надо сказать что мы сейчас писали файл а теперь мы отсюда уберем и скажем кон соли допустим еще раз теперь у меня в консоль выводится информация о том что за число и вывожу пусть будет такое пусть будет второе такое же и говорю умножить и вот такое большое длинное число давайте открою сразу файл вот она появилась но остальная информация не прописалась то есть мне вывелась информация в оба output сервиса и в общем то это наверное все что я сегодня хотел показать так ну что ж друзья на самом деле есть еще одна тема для продолжения этого калькулятора пожалуйста отпишите сообщениях что вы по этому поводу думаете ну я думаю что на этом нужно заканчивать всего доброго и пишите правильный код и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok